У сирени уникальный биохимический состав. Антиоксидант витамин С. Он оказывает мощное иммуностимулирующее действие. Эфирные масла. Они оказывают противовоспалительное, бактерицидное действие, что эффективно помогает при простуде кашля. Кумарины разжижают кровь, улучшают работу сердца. Флавоноиды. Они противостоят действию вредоносных грибков и бактерий. Укрепляют сосуды. Дубильные вещества, которые имеют вяжущие, бактерицидное, противовоспалительное свойство, что важно для суставов при артрите и подагре. Уверена, каждый слышал о настойке сирени. Настойка на водке из цветов сирени – один из самых популярных и действенных рецептов, которые используются в народной медицине, как внутренне, так и внешне. Спиртовая водочная настойка эффективна при кашле, ушибах, судорогах, икроножных мышц, при болях в суставах, варикозе, отеках, артрите, подагре, ревматизме, артрозе, приостехандрозе. Приготовить такую настойку можно самостоятельно в домашних условиях. Для лечения используют сирень любого цвета, но лучше всего ее брать не выведено искусственно, то есть цветы голубого цвета. Не используйте сирень, которая росла вблизи дороги, завода. Цветки сирени должны быть собраны исключительно в экологически чистом месте. Нам также понадобится или домашний самогон, или спирт, или водка, купленная в магазине. Использовать другие аптечные средства, например, миновазин, нельзя. Также нежелательно использовать одеколон. Да, наши бабушки часто его покупали для настоек, но это было тогда. Состав современного одеколона сильно изменился, и такой настойкой можно не то, что не вылечиться, но и навредить организму. Я говорю о внешнем применении одеколона. Думаю, каждому понятно, что употреблять настойку сирени на одеколоне внутрь категорически нельзя. При приготовлении настоек используйте спирт не более 40 градусов, во избежание ожогов, и прежде чем наносить настойку на большую область кожи, сделайте пробу, капнув несколько капель. Применение настойки при разных проблемах может отличаться. Первый рецепт – растирка, настойка сирени для суставов, от ревматизма, пяточной шпоры, при варикозном расширении вен и от судорог икроножных мышц. Нам понадобится 500 мл водки и 2 стакана свежих цветков сирени. Соединяем, перемешиваем, закрываем банку крышкой, оставляем ее на 3 дня в помещении. Затем ставим банку в темное место, настаиваем при комнатной температуре на протяжении двух недель. Каждый день банку нужно встряхивать. Жидкость со временем полностью приобретет темный оттенок от оливкового до темно-коричневого, в зависимости от того, какой сорт сирени вы используете. Через 2 недели процеживаем настой и плотно закрываем банку крышкой. Храним настойку при комнатной температуре или в холодильнике в течение года. Приготовленную настойку можно использовать так, или делать компресс, или просто втирать в область пораженных суставов или растирать больные места 2 раза в сутки. Через короткое время отмечается отступление в боли, уменьшение воспаления и облегчение движений. При варикозе нужно смачивать пораженные участки тела один-два раза в день, не растирая. Этот способ лечения может быть использован и как дополнительный, наряду с аптечными препаратами и как основной. При ушибах необходимо делать примочки на пораженные участки тела 5 раз в сутки. Средний курс – неделя. При пяточной шпоре нужно втирать эту настойку в пятки 2 раза в сутки, курс – месяц. Также можно дополнительно ее пропивать, но только после консультации с врачом. Необходимо добавлять 10 капель настойки в воду или в теплый несладкий чай. Жидкости чая должно быть 100 мл. Пить непосредственно перед едой. Два раза в день. Курс – 20 дней. Второй рецепт. Настойка сирени при подагре, отеках и отложении солей в суставах. Прием внутрь. В цветах сирени высокое содержание гликозида серингина, образующего при его распаде синильную кислоту, являющуюся довольно токсичным веществом. Принимайте настойку сирени внутрь только после консультации с врачом. Нам понадобится 1 литр водки и 70 грамм свежих цветков сирени. Соединяем, перемешиваем, закрываем банку крышкой, оставляем ее на 3 дня в помещении, затем ставим банку в темное место. Настаиваем при комнатной температуре на протяжении двух недель. Каждый день банку нужно встряхивать. Через 2 недели процеживаем настой и плотно закрываем банку крышкой. Храним настойку при комнатной температуре или в холодильнике в течение года. Необходимо добавлять 15 капель настойки в воду или в теплый не сладкий чай. Жидкости чая должно быть 100-150 мл. Пить непосредственно перед едой 3 раза в день, курс 2 месяца. Третий рецепт. Настойка сирени при артрите, остеохондрозе, артрозе. Нам понадобится 800 мл водки и 100 грамм свежих цветков сирени. Соединяем, перемешиваем, закрываем банку крышкой, оставляем ее на 3 дня в помещении. Затем ставим банку в темное место. Настаиваем при комнатной температуре на протяжении двух недель. Каждый день банку нужно встряхивать. Через 2 недели процеживаем настой и плотно закрываем банку крышкой. Храним настойку при комнатной температуре или в холодильнике течение года. Необходимо растирать больные участки 1-2 раза в сутки, курс 1 месяц. После растирания не переохлаждаться, желательно укутаться теплым одеялом. Четвертый рецепт. Настойка сирени от кашля, прием внутрь. Принимайте настойку сирени внутрь только после консультации с врачом. Сирень обладает отхаркивающими, противовоспалительными и противомикробными свойствами. Нам понадобится 1 литр водки и 50 грамм свежих цветков сирени. Соединяем, перемешиваем, закрываем банку крышкой, оставляем ее на 3 дня в помещении, затем ставим банку в темное место. Настаиваем при комнатной температуре на протяжении двух недель. Каждый день банку нужно встряхивать. Через 2 недели процеживаем настой и плотно закрываем банку крышкой. Храним настойку при комнатной температуре или в холодильнике в течение года. При кашле необходимо добавлять 20 мл настойки в воду или в теплый несладкий чай. Жидкости чая должно быть 200-250 мл. Пить перед сном курс 1 неделя. Сирень оказывает положительное влияние на дыхательную систему, как при мокром, так и при сухом кашле. Одновременно разжижаем мокроту при необходимости и способствуя ее вовведению. При першении, ангине необходимо развести ложку настойки в 100 мл теплой питьевой воды. Затем этим раствором полоскать горло 3-4 раза в день в течение недели. Противопоказания. Возраст до 16 лет. Наружно можно применять, начиная с 5 лет, после предварительной консультации с педиатром. Беременность, лактация, аминария, заболевание желудочно-кишечного тракта, гломиаролонефрит, почечная недостаточность. Если есть камни в почках. Сирень является мочегонным средством. Хронические запоры. Аллергические реакции. При непереносимости различных компонентов, входящих в состав сирени. При приеме некоторых медикаментов, поэтому всегда консультируйтесь с врачом. Важно, вся предоставленная информация носит ознакомительный характер. Будьте здоровы! Оценивайте видео и делитесь своим опытом применения настойки сирени. Пока-пока!